Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы будем делать из шишек цветы и попробуем создать с ними различные композиции. Почему мне захотелось поработать с шишками? Первое, это то, что из них получаются красивые цветы. Второе, из них получаются красивые суккуленты, которые часто применяют в декоре. Вырастить их натурально это не так быстро и сложно. А иногда хочется создать какую-то композицию, применяя эти как раз суккуленты. Поработав немножко с шишками, понимаешь, от них идет вот этот такой приятный сосновый запах. Живой природный материал, с которым хочется работать. Самые простые цветы, которые можно сделать из шишек, это как раз суккуленты. Здесь всего лишь нужно будет их покрасить в какие-то такие определенные цвета. Вот если вы посмотрите в интернете на картинке, то вы увидите, какое разнообразие цветов как раз имеют вот эти суккуленты. Я уже приготовила для вас различные варианты окраски. И на самом деле вот эти шишки как раз напоминают вот это растение. Даже если посмотреть вот с другой стороны. Разрезанные напоминают еще цветы цинии. У нас на Кубани их называют панычи. Для того, чтобы окрасить шишки, я возьму акриловую краску из строительного магазина и колер. Любой, который будет иметь зеленоватый, морской волны, салатовый цвет, бордовый, малиновый цвет. Такие вот расцветки ближе как раз вот к этим цветам. Одену перчатку, потому что фактически шишки я буду купать. Вот взяла специально прозрачную емкость. Отрезала от пластиковой бутылки. Сюда мне нужна будет акриловая краска. Можно брать не только акриловую краску. Можно взять гуашь. Тоже подойдет, потому что лакировать мы их будем аэрозольным лаком. И при этом краски уже размазываться не будут. Поэтому смело берите то, что у вас есть. Сильно ярко будет. Я добавлю белого. А теперь я добавлю воды. Воды мне нужно будет побольше. Но в то же время мне нужен будет такой состав, чтобы получился. Чтобы краска не стекала, как вода, а именно хоть немножко задерживалась и прилегала на шишках. Кусочек картона приготовила, чтобы лишняя влага оставалась на этом картоне. И теперь смотрим. Если краска сильно будет стекать и ничего почти не оставаться, значит мы сильно много добавили воды. То есть надо будет тогда добавить еще краски. Кто будет делать много шишек, делайте сразу побольше, делайте жидкости. И тогда шишку можно будет фактически купать. Прошлась вот так, залила в одну сторону, чтобы не было просветов. Лучше если бутылка будет срезанная с ровным дном. Или возьмите какой-нибудь судочек, контейнер. Прошли. Теперь я переворачиваю и просматриваю. Если остались где-то пробелы с другой стороны, тоже их все делается очень быстро. Вот фактически вся покраска шишек. Я ложу их бочком, чтобы лишняя краска стекала. И заметила, что некоторые шишки, которые поменьше, которые молодые, они закрываются после покраски. Видно, влага в них попадает и они закрываются. Когда все хорошо просохнет, они откроются. Вот это другие совсем шишки. Вот когда я ее покрасила, тоже вот таким же способом. Она закрылась, совершенно закрылась. Такая стала тугая, влажная. И через несколько дней только вот так она раскрылась. Когда одна краска заканчивается, я добавляю немножко другого цвета. Добавляю воды. И из-за этого получаются вот такие различные оттенки. То есть от одной краски перехожу к другой. Пока рука у меня вот в этой краске, я могу взять уже покрашенную шишку. Ну вот возьму, хотя здесь уже немножко по краешкам проходило. И уже которые крышишки начинают подсыхать, я просто вот перчаткой и вот так прохожу. Покрутила, повертела и получился вот такой эффект. Если еще и лаком сбрызнуть, то получится вообще настоящие суккуленты. Лак я буду использовать автомобильный. Но это я сделаю в самом-самом конце уже, после того, как создам композиции. Потому что этот лак имеет запах. И еще, если кто-то будет таким лаком пользоваться, обратите внимание, что есть лак матовый, есть глянцевый. Вот это номер 190, это глянцевый. А 191 будет матовый. Я однажды купила, брызгала-брызгала. Ничего не пойму, почему не блестит. Я даже не знала, что у них вот эта разница есть. Пошла в магазин, а продавец показал, что оказывается они разные. А я не сказала, что мне нужен глянцевый. Они просто дали то, что есть. Чтобы сделать цветы цинии, здесь немножко придется уже приложить усилия. Шишки нужно будет разрезать. Что-то пыталась сделать вручную. Пыталась ножовкой попилить. Скажу вам, что это очень сложно. Можно взять секатор, может нож по мясу. У меня вот такой универсальный для моих работ. Я вот так ставлю на то место, где я хочу перекусить. И нажимаю. Нажимаю, но скажу вам, что это сделать очень сложно. Поэтому я шишку буду проворачивать. У кого есть мужчины, попросите, пусть они вам помогут. Вот так. Обыкновенные шишки у меня сосновые. Здесь уже можно попробовать ножницами. Можно было посильнее обрезать. И красим точно таким же способом, только выбираем, какой нам нужен цвет. Тоже можно оставить однотонным. А можно пройтись этой же перчаткой и немножко попачкать краешки цветка. У меня вот некоторые цветочки есть. Я серединку еще не успела закрасить. Красочка, чтобы жиденькая была. Иначе очень сложно будет здесь прокрасить. Опять-таки цветочек можно и этой стороной. Но тогда тут тоже нужно будет сделать вот так серединочку. Вот эти отрезанные кончики я тоже могу использовать как цветочки. Когда шишку разрезаешь, такой сосновый приятный запах идет. Прям фитонциды. Друзья, я хочу сегодня вам показать композицию. Именно вот с таким веселым ежиком. Вот так я его мультяшно раскрасила. Ежика такого мы с вами делали. Он из гипса. Отливала его из галоша. Так как у нас здесь вот такое отверстие для горшка. Поэтому я подумала, что можно будет приклеить кусочек картона. И на него уже приклеивать вот эти шишки. Но если вы планируете, что можно поставить его, например, в саду такого ежика. То, конечно, нам картон не подойдет. Можно взять кусочек пеноплекса, пенопласта. Я взяла кусочек потолочной плитки. И его сюда вот нужно будет приклеить. Чтобы он приклеился, гипс должен быть загрунтован или окрашен. Сейчас я приклеивать не буду, потому что я здесь хочу показать вам еще другую композицию. Как раз вот с цветочками. Можно, конечно, закрасить в зеленый цвет или в коричнево-черный. Но я пойду немножко другим путем. Я сюда приклею вот такую сизаль. Ее можно купить во флористическом магазине. А я недавно посадила у себя суккуленты в горшочке. И вот один цветочек все-таки пропал. Но, наверное, я не знаю какие-то нюансы в выращивании. Пока я вам рассказываю, посмотрите, с шишки вот стекло, лишняя краска. И она начала закрываться. Кстати, друзья, напишите, у кого-то может какой-то свой метод есть, чтобы разрезать шишку. Потому что я уже действительно испробовала разные методы. Может, есть какой-то секрет. И теперь не спеша можно будет создавать композицию. Приклеиваю на горячий пистолет, потому что все-таки шишка имеет какой-то объем. Ну вот, применю еще и вот такие кусочки. Шишки-то я сейчас начала собирать. Я хотела такие, чтобы попадались мне и помельче. Почему-то все крупные. Вот-вот-вот уже что-то прям похоже. Красивая. Вот этими маленькими прикрываю те места, чтобы спрятать потолочную плитку. Я немножко обрежу сизаль и распушу концы. Чтоб они не были в таком плоском состоянии. Кстати, у кого нет сизали, ну возьмите лыка, возьмите сено. Посмотрите, какая композиция получается интересная. Сейчас буквально две минутки я пойду побрызгаю на улице лаком. Тем более, что он очень быстро сохнет. Лак немножко подсохнет, чтобы я вам могла его показать. А следующая композиция я сделаю с цветами. Цветы я буду приклеивать на вот такие палочки. Я купила их в фикс-прайсе. Они толще, чем шпажки, но тупые со всех сторон и очень длинные. Я их постараюсь сейчас разрезать. Можно на две, на три части. И не обязательно это делать ровно посерединочке. Теперь мне нужно будет приклеить цветы. Скорее всего, я их буду приклеивать вот в таком положении. Можно попробовать и в таком. Но не знаю, будет ли держаться. Сколько это надо будет сюда клея, как оно будет держаться. Проще приклеить вот в таком положении. И цветочек вот так будет смотреться. Промазываю клей. И сюда прикладываю. Когда застынет, можно будет зеленым как раз и закрасить это место. Сейчас я выберу красивые цветы. Стебелек закрашиваю. И здесь получается чашелистник у нас такой. Шишки как раз ассоциировались у меня именно с новогодними праздниками. Вроде бы и цветок ненатуральный, и в то же время из натуральных материалов. Не сделала я листики, но я предполагаю, что я как раз буду использовать одну из шишек. В основании как раз поставлю. Для того, чтобы вставить цветы сюда, и они не шевелились, не болтались, я вставлю кусочек пеноплекса. Можно пенопласт, можно такую жесткую губку. Вот так я планирую, что у меня будут листья. А вокруг я буду сейчас вставлять цветы. А потом их разверну той стороной, которой мне хочется. Посчитала, что у меня получилось четное количество цветов. И решила, что нужно еще один добавить. Даже наоборот, я шишку потом поставлю. Возьму кусочек сезали. Вставляю сюда шишку. Крутим, вертим, поправляем. Сейчас я залакирую эти цветочки. И покажу вам оба варианта. Шишки и фигурка сейчас покрыты аэрозольным автомобильным лаком. Друзья, прошли сутки, и шишка полностью закрылась. Ну, еще через пару суток она опять откроется. И вот такая композиция с суккулентами. В принципе, из-за которой мне и захотелось все это сделать. Друзья, сейчас на экране вы увидите активную ссылку, как сделать такого ежика из гипса. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»